Прямой эфир на канале Россия-1 продолжает программа Вести Хакассия. В студии Анна Ахпашева. Здравствуйте. И далее коротко о главных событиях дня. Вышла в окно в Саиногорске семилетняя девочка, спрыгнула с пятого этажа. Новый боец на политическом поле Хакассии. В республике создано отделение Народного фронта. Остроумная архитектура. Абаканский памятник кошкам с сосисками в списке самых оригинальных в России. Повышение эффективности бюджетных расходов в регионах России станет главной темой заседания Госсовета страны. В совещании примет участие глава Хакассии. Виктор Зимин сегодня уже вылетел в Москву. Заседание состоится завтра в Большом Кремлевском дворце. По поручению президента России Владимира Путина обсудить вопросы экономии бюджета приглашены руководители большинства регионов, в том числе и Хакассии. Республика присоединилась к российским регионам, которые вошли в Народный фронт. Сегодня в Хакассии официально создано региональное отделение общероссийского общественного движения «Народный фронт за Россию». Осталось решить лишь юридические вопросы. На учредительную конференцию собрались около 40 человек – представители политических партий, общественных организаций и движений. С инициативой создать общероссийское общественное движение «Народный фонд» выступил Владимир Путин в мае 2011-го. Предполагалось, что новое движение привлечет к совместной работе не только политические партии, но, главное, непартийные структуры. Фронт позволит плодотворно сотрудничать государству и обществу, и более того, контролировать выполнение регионами поручений президента. Такие площадки, наверное, в разные времена были, но цель организации проведения учредительной конференции и создания этого движения именно заключается в том, что реально создать не временную, а постоянно действующую вот такую площадку, где люди могли бы высказывать свои мнения, пожелания в решении тех или иных вопросов. С уставом, манифестом и декларацией общероссийского общественного движения сегодня ознакомились хакасские партийцы, представители организаций, объединений и профсоюзные активисты. После этого единогласно одобрили создание регионального отделения фронта. И, кроме того, на пять лет избрали штаб. Но, пожалуй, самое важное, возглавит хакасское отделение Народного фронта три человека. Список сопредседателей уже утвержден. Это Серж Адамян, Александр Профатилов и Людмила Растащенова. Добавим, что уже в декабре в рамках форума Народного фронта в Москве Хакасия представит свои темы для обсуждения. Повестку еще предстоит сформировать, но уже известны некоторые проблемные темы. У нас труженики тыла сегодня военных лет, у которых есть удостоверение участников войны. И статья 20-я, которая приравнивает их к участникам войны, она практически не работает. Не работает. И мы предлагаем, чтобы эту статью 20-ю вообще из-за законодательства убрать и применить статью ту, которой пользуются участники войны. Проблемы лекарственного обеспечения и медицинского обслуживания. У нас сегодня льготная категория граждан, допустим, федеральные льготники, недополучают 50% лекарств. То есть их нет сегодня в наличии просто в регионе. Более того, представители Хакасского отделения фронта намерены поднять проблему кадрового оснащения в медицине. Наталья Громашова, Владислав Пустовойт, Вести Хакасия. Акция голодающих шахтеров Черногорска, судя по всему, не получила поддержки ни у коллег, ни у горожан. Сегодняшний митинг на центральной площади города получился немноголюдным и немногословным. Пришло от силы полтора десятка человек. Продолжалось собрание около получаса. Представители администрации города интереса к этому мероприятию не проявили. Требования митингующих все те же – выплатить остатки зарплаты и вернуть все льготы, в частности, пайковый уголь. Большинство собравшихся жены голодающих, они заявили, что тоже готовы отказаться от еды, но пока не торопятся на такие меры. К слову, на этот раз посыл участники акции адресовали уже не местным властям, а Государственной Думе. Они уверены, закон о поддержке шахтеров должен меняться на федеральном уровне. С тем, чтобы тот закон, который был пересмотрен в 2004 году, снова вернулся к исходным позициям, чтобы люди оказались социально защищены. То есть выплаты 15% пайкового угля и оплаты коммунальных услуг теплоэнергии вернулись снова на государство. В ноябре месяце ожидается, что решение вопроса на уровне Государственной Думы. Как оно будет решаться, наше правительство делает все это возможное и Верховный Совет. Недовольных работой правоохранительных органов республики становится все больше. В нашу редакцию, как в последнюю инстанцию, обратилась супружеская пара из Абакана. Они утверждают, их сына жестоко убили, но расследование дела затягивается. Наши корреспонденты встретились с пострадавшими. 6 октября будет полгода, как эта пара потеряла сына. Ясности в истории нет до сих пор. Полгода родители спорят с силовиками. Последние документы и экспертизами подтверждают. Мужчина умер от переохлаждения. Родители уверены, сына жестоко убили. Все тело черное, в локтевых суставах, там прямо до мяса. Практически никаких весомых доказательств родители предоставить не могут, ведь в заключении медэксперта побоев нет. А фотографировать мертвого сына они не подумали. Все на словах, но люди стоят на своем. После того, как бывший сосед случайно встретился с матерью, сомнений не осталось. Он мне сказал, что его долго убивали до утра, что крепкий бык оказался. И потом, когда он умер, они его выбросили на складской 11. Вы представляете, жестоко избивали, очень жестоко. Видимо, он в коме был. Потом, значит, они вливали в рот корвалов. Они медики, эти два друга. Но мы когда приезжали сюда, да, он сказал, что мы бросили здесь флаконы еще. Да, мы даже нашли с мужем эти флаконы. Нераспечатанные. Нераспечатанные. Он не наврал. Это он всю правду сказал. Сегодня главные подозрения родителей падают на троих друзей. Вечером 5 апреля один из них, с которым Олег Благодатских жил на съемной квартире, позвонил родителям и сказал, что их сын куда-то ушел пьяным. И очень просил не приезжать. Мы с мужем приехали в 5 часов сюда. Я зашла, он мыл полы. Все было в крови. Квартира была в крови. Понимаете? Я хотела разуться, пройти так, как он моет полы. У меня рука соскользнула, рука в крови. Я еще спросила, Петр, что это такое? Ну, вот убираю все такое. И я хотела пройти в эту комнату. Он как зверь. Он встал, не пустил меня и сказал, уходите, уходите. Он придет. Знаете, он меня вытолкал. Когда мы вещи забирали Олега, встретились, который с ним в одной квартире жил, в разных комнатах, и спрашивали, ну что, как ты живешь-то? Он говорит, нормально. Вы, говорит, не суетитесь. Я плевал на всю эту милицию, говорит. И вы не докажете ничего. Погибшему Олегу Благодатских было 43 года. Он работал охранником и стоял на учете в наркологии с алкоголизмом. И, как рассказали в компании, мог ходить по городу выпившим. Впрочем, и сами родители ангелом его не выставляют. Даже бы, если бы он был плохой, даже, даже, неужели кто-то дал право убивать людей? Сегодня родители открыто предъявляют претензии к следователям. За полгода на этом деле их сменилось пять. И ни к одному из них у пострадавших доверия нет. Началось с Пириной, которая все это дело запорола, грубо говоря, мягко выражаясь. К ней подошли и спросили. Там кровь. Вы езжайте, посмотрите на место проживания его. Вот сейчас встала и пошла, и поехала смотреть. Как продолжала чай пить, так и сидела, чай пила. Я ее умоляла поехать, взять криминалистов. Она сказала опять, все брошу и поеду. Вы знаете, мы к Невскому когда сказали, он сказал, ладно, ей выговор, взыскание. Но она висит на доске почета, она уважаемый человек. Ну как же так, как же она могла, ну как она могла так сделать? Российское законодательство устроено таким образом, что никто не имеет права вмешиваться в дела следователей. Все, что узнает общественность, это только то, что следователи сами посчитали нужным нам рассказать. Остальное – тайна следствия. Что касается сегодняшней ситуации, комитировать ее комитет отказывается уже в течение двух дней. Сегодня их позиция такова. Родители в горе, и они накручивают ситуацию. Свою точку зрения подробно объяснить следователи согласились только после выхода в эфир этого сюжета. Елена Крылова, Дмитрий Парахин и Владислав Пустовойт. Вести. Хакасия. В Саиногорске семилетняя девочка выпрыгнула из окна с пятого этажа, только лишь потому, что не хотела оставаться дома с бабушкой. Ребенка оставили в гостях вместе с братом и сестрой, несмотря на протесты. Бабушка ненадолго вышла из комнаты в ванну, но и нескольких минут хватило на то, чтобы девочка сделала парашют из одеяла и прыгнула в окно. В тяжелом состоянии она доставлена в реанимацию городской больницы. Диагноз – черепно-мозговая травма, перелом плеча и тупая травма живота. В Абакане добычей преступника стал пес элитной породы. Хозяйка оставила шарпея возле входа в аптеку. Собака приглянулась проходящему мимо неработающему мужчине. Животное ему удалось продать возле центрального рынка. На вырученные деньги он купил алкоголь. Тем временем владелица собаки обратилась в полицию. Оперативники быстро вычислили похитителя. Пса также удалось изъять у одного из продавцов рынка. Шарпея вернули хозяйке. В Черногорске уже вторые сутки разыскивают школьниц, которые сбежали из дома. Девочки – ученицы восьмого класса из полных благополучных семей. В последнее время у них были незначительные конфликты с родителями, поэтому дети решили уйти. Это стало известно полицейским, так как на связь с ними по телефону школьницы вышли. И рассказали, что живут у знакомых. Домой возвращаться не собираются. Сегодня инспекторы по делам несовершеннолетних отрабатывают круг общения девочек. В ближайшее время их вернут домой. Одна из заброшенных стройк в Черногорске может стать очередной его антидостопримечательностью. Сегодня картина вряд ли напоминает строительную. По сути, практически в центре города образовалась жуткая свалка. А по словам соседей, злачное место облюбовали бомжи. Впрочем, местным властям, по словам людей, до этого дела нет. Стройка частная. Мнение сторон выслушал Константин Кравцов. Казалось бы, обычный недострой прямо в центре Черногорска на Космонавтов-18. Но такого нет больше нигде в Хакасии. Кучи мусора вокруг. Буквально ступить негде. Очевидно, под этой лестницей живут бездомные, судя по вещам. Ну, а что внутри? Видимо, вот эта надпись над проемом говорит. Что же там? Кучи, кучи самого разного хлама. И оконная рама, и целая масса пластиковых бутылок, и еще, еще много всего разного. Сколько же грузовиков потребуется, чтобы все это вывезти отсюда? На втором этаже атмосфера не лучше, несмотря на то, что вроде как и мусора здесь поменьше. Судя по запаху, здесь общественный туалет. Признаться честно, даже режет глаза. От смрадного соседа сильнее остальных страдают жители этой пятиэтажки. Люди говорят, жизнь в квартирах уже полтора десятка лет. Похоже на тихий ужас. То крысы бегают, то собак, то еще что. Уполнейшая антисанитария. А вот летом как запах пошел? Вот такие вот комары. Сорокамошки. Мошки. Все лезут в подвал, в квартиру. Летом все разлагается. Это используется как туалет и пристанище наркоманов. Это буквально. То есть, ну невозможно совершенно. Я считаю, что вот вплоть до того, что мысли появляются, не поменять ли квартиру. К слову, ждать долго местных обитателей не пришлось. Веселая компания мужчин с огромным сосудом пенного напитка пришла на пикник. Вообще, если мы вместе, мы же не будем пить. А это как бы заброшенная стройка. Потихоньку выпьем, да уйдем. По словам горожан, заброшенную стройку в свалку превратили торговцы соседнего рынка. То и дело выносят сюда мусор. При этом на жалобы и просьбы людей навести порядок местные власти не реагируют. Территория частная и коммунальщики делать уборку здесь не имеют права. Сколько лет живем и постоянно это такое раздельдяйство. Куда они писали, куда ничего, никому ничего дела нет. Отписка и все. Парадокс, но чиновники администрации, похоже, и не в курсе того, что творится практически у них под носом. Якобы никаких жалоб от горожан сюда не поступало. Кстати, наказание собственнику недостроя смешное. Штраф до тысячи рублей. Гражданам, во-первых, нужно обратиться в администрацию 120 кабинет, в административную комиссию. Написать заявление, и там уже административная комиссия разберется. То есть комиссия исключительно по заявлениям работает? Да. Там не первый год эта свалка уже копится? Ну, раньше никто из граждан не обращался, жалоб не поступало. Так или иначе, сегодня свалка цветет и пахнет. Но даже если ее собственник получит штраф, не факт, что тут же ликвидирует. Куда в этом случае смотрят другие структуры, например, экологи и потребнадзор? Вопрос открытый. Константин Кравцов, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Абаканские кошки, ворующие сосиски, вошли в список самых необычных памятников страны. Напомним, скульптурная группа на бытовую тематику первая в столице Хакасии. Открыли ее в июле этого года на перекрестке улиц Ерыгина-Чертегашево. По задумке скульптора, два кота стащили сосиски и поспешили скрыться с места преступления. Любопытно, что неподалеку от постамента расположена мясная лавка. В списке самых необычных также памятник огурцу-кормильцу в селе Черкассы Липецкой области, картофелине в Мариинске, коню в пальто в Рубцовске, скульптура «Дайте дорогу утятам» в Москве и другие. За Хакасский эпос взялись пунктуальный немец и страстная итальянка. В Национальном театре имени Топанова заработала настоящая лаборатория современной хакасской пьесы. Впервые в проекте принимают участие иностранные режиссеры. Они уже сегодня репетируют с хакасскими актерами этнические произведения. Андреас Мерц-Райков говорит с хакасскими актерами на английском, но как только начинаешь вникать в происходящее на сцене, сразу становится ясно – он немец. Одно и ту же акмизансцену актеры репетируют по несколько раз, хотя времени для репетиции – считанные часы. А хакасский зритель в итоге должен остаться довольным настоящим немецким качеством даже в искусстве. Все должно быть безупречно. Любое отступление от продуманного зарубежным гостем сценария недопустимо. Каждого актера режиссер лично отбирал через интернет. Даже эта, уже подуставшая от актерской работы АК, кажется, ощущает всю серьезность происходящего. Не все его запросы получается выполнить. Изначально, когда мы с ним переписывались по интернету, он хотел, чтобы мы на сцене поставили грузовик. Ну, пошли на компромисс. Вот сейчас поставили на сцену АКУ. Вроде его удовлетворило, хотя он, когда увидел эту машину, он был просто в шоке. А вот на этой площадке уже совсем другое настроение. Здесь хакасскими актерами разыгрываются настоящие итальянские страсти под этническую музыку. Завораживает и пластика актеров. Работается легко, не возникает трудностей перевода. Алессандра Джунтини в совершенстве владеет русским языком. Уже семь лет прошло, как она уехала из Италии и живет в Петербурге, где и получила режиссерское образование. Алессандра старается не менять героическую хакасскую сказку. Наоборот, хочет сохранить все ее яркие национальные черты. Но разница в хакасском и итальянском менталитете очевидна. Для того, чтобы лучше познакомиться с хакасской культурой, она побывала в Национальном музее в Казановке. Режиссер в восторге от хакасской земли и ее актеров. Я первый раз встречаюсь с этой культурой. И это просто потрясающе. Та органичности, которая у них есть, я нигде это не видела. И как они умеют двигаться. Ну не знаю, даже какая-то гармония внутренная, которую я никогда не встретила. Лаборатория современной хакасской пьесы впервые дает уникальную возможность зрителям посмотреть на хакасский эпос глазами европейских режиссеров. Ожидается еще немало сюрпризов. Хакасскую пьесу поставит режиссер из Тувы. Подарок готовит и Баатр Калаев, полюбившийся хакасским зрителям. У меня к этому часу все. Напомним, смотрите новости и на нашем сайте. Не пропустите главного. Хороших вам вестей. Увидимся.